Добрый вечер, дорогие друзья! Очень хочется поблагодарить вас за то, что вы улучшили минутку, за то, что вы пришли на наш концерт. Очень хотим поблагодарить также клуб Алексея Козлова за предоставленную возможность. Мы не часто играем концерты, но каждый джазовый концерт это как-то такой вот вызов, потому что это всегда ждание неожиданного. Приходишь сюда, открываешь свой ум, открываешь свое сердце и погружаешь себя в музыку момента. Джазовый концерт никогда не бывает такой, какой был в прошлый раз. Всегда что-то новое, всегда что-то необыкновенное. И, собственно, наверное, в этом и есть магия джаза. Сегодня свою магию джаза мы откроем с моей пьесы, которая называется «Когда не хватает солнца». Она написана, наверное, в очень осенний серый вечерок. И если вам не жалко своих рук, мы будем играть тут такую ритмическую одну структуру, а вы нам подхлопайте. Нам будет приятно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Спасибо большое! Я скажу, что стихи! Субтитры Алексею Дубровскому! 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 Субтитры Алексея! Дубровскому! 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 «Когда бы вы знали, из какого ссора растут стихи, не ведая стыда», — сказала она Ахматова. Следующая пьеса тоже была собрана из всякого такого музыкального ссора. Это были упражнения для разминки вокального аппарата для моей ученицы, маленькой девочки, которую звали Ксения Пес. Так называется пение для Ксении. Исполнит вам ее Светлана Колбасина. И, в общем, на пятерку исполнит, наверное. Вы сейчас оцените. Убийцы. 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 В этом мате. Убийцы. Убийцы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Я так вот, чтобы по граммам не сказать, прочитаю. Привидение, которое живет в шатлантском замке, Инверари, стало центром следующей позиции. Юная орфистка была ласкана вниманием графа Кэмпбелла, хозяином прекрасного замка. Но оказалось, что даже прекрасные орфистки надоедают своим графам. Граб смог избавиться от нее, но с тех пор в замке навечно постепенность приидения. Следующая пьеса называется Призрак замка Инверари. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Сейчас мы немножко ход естественного движения сезонов направим спять. Следующая пьеса написала Лена Шманкова, называется она Дорога 8 Дорога 9 Дорога 9 Дорога 9 Дорога 9 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо большое. Еще одна конфликтная пьеса. Так и называется «Столкновение». Спасибо. 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 Bye. Bye. Субтитры создавал DimaTorzok Пьеса называется «Аргумент». Я думала, что автор сейчас объявит сама свою пьесу, но уже все обещанилось, поэтому мы будем играть пьесу «Елена Шманкова и «Аргумент». Премьера. Пьеса называется «Аргумент». 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 Пьеса называется «Аргумент». 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 «Аргумент».